ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Сегодня в программе «Удачная среда» смотрите. У кого-то зависть только появляется, а мы через неделю планируем помидоры есть. В гостях у садовода Нины Стебуновой. Австралийцы, немцы и американцы во дворе бичанки. Роскошные ирисы Людмилы Поповой. Не хотите ли клубнички? О рекордсменах из Японии, Болгарии и Салтая. Здравствуйте! На календаре «Среда» и для тех, кто нас сейчас смотрит, она удачная. В нашей первой программе мы были в гостях у садовода Нины Эдуардовны Стебуновой. Она рассказывала, что садят помидоры, не замачивая семена ни в марганцовке, ни в каких других специальных средствах. И тогда вот это вот сообщение, новость вызвала среди садоводов большой резонанс. К нам в редакцию поступало много звонков, и люди вообще сомневались, что такое вряд ли возможно. То есть считали, были убеждены, что семена обязательно нужно замачивать либо в марганцовке, либо в алое. Так вот, сегодня мы снова приехали в гости к Нине Эдуардовне Стебуновой. Теперь уже на ее дачный участок. И сейчас мы покажем, как выглядят ее помидоры сегодня. Замечу, что на календаре 24 июня. То есть, в принципе, у всех садоводов зависть только начинает образовываться. А вот у Нины Эдуардовны, посмотрите уже, какие помидорки висят. Нина Эдуардовна, расскажите, когда вы ваши помидорки посадили? Куда? В теплицу или сразу в грунт? Я сейчас не практикую садить в теплицу помидоры, рассаду из дома. Я ее сразу высаживаю в грунт, под укрытой материал. Вот эту грядку я в конце апреля посадила, первую грядку. Мне их всего четыре. Четыре? Вот. А потом через неделю, вторую, третью, четвертую, так у меня до середины мая все помидоры были высажены под укрытой материал. Ну, стараюсь в два слоя, чтобы избежать замораживания. Но в этом году, как заморозков не было, все благополучно. Но мне тут приходилось отлучаться 10 дней, и они как бы стали уже, их надо было уже поднимать и привязывать. Немножко они как бы у меня, нынче, без хозяйки, не совсем так все было сделано. Ну вот, они вырастают вот такие вот большие. У меня почему-то всегда растут, очень удивляются все. Я не знаю. У меня зять Игорь придет и говорит, как радиация прошла тебе, мам. Все высокое, у них как-то не такие длинные. Не знаю, у меня высокие какие-то растут, хотя сорта у нас одинаковые. Ну, уже несколько раз я их привязала, вот, чтобы, не люблю, чтобы висели, болтались макушки на ветру. И пасынку я в один стебель у меня помидоры. Я не допускаю пасынков боковых никаких, только в один стебель. Помидоры у нас всегда всем даем, сами едим, соки делаем. Море помидор. А вот сейчас планируете когда первую помидорку съесть? Вот в начале июля мы всегда, как бы, у нас поспевают помидорки первые, в начале июля. То есть эти тоже, даже несмотря на ваше отсутствие, ну, часа, наверное, там, 5-го, 10-го уже. Ну, да, да, в июле все равно будем есть. Ну, не как в августе. В августе уже начинается холода, я как бы не люблю. Я их немножко раньше и сею, потому что бы они раньше и спели. И чтобы уже поесть. А в августе уже все, как бы, даже в конце бывают иногда и заморозки, и они уже не так спеют, как вот в июле месяце, они вот самое плодоношение хорошее, когда. Нина Эдуардовна, можем немного рассказать, надо ли удобрять вот на такой стадии помидоры, или уже все, теперь удобрение закончилось, и просто ждем урожай, когда они спеют начнут. Я люблю их замульчировать перегноем, конским особенно, вот. Но как бы мы сейчас этого осерегаемся, у нас насилие, засилие, вернее, этих личинок майского жука, и с навозом еще тоже приносится. Но все равно без навоза никак не обойтись, вот. А потом гуматом калия еще поливаем, потом замачиваем птичий, помед тоже поливаем. Как бы все равно надо удобрять, потому что это и перцы, и баклажаны, и помидоры, это все любят. И Виктория тоже в том числе. Еще знаю, что многие садоводы, вот, например, я тоже так делаю, замачиваем траву, крапиву собираем на участке, одуванчики, чеснок туда, и вот это вот все настаивается. Запах, правда, не самый лучший, но зато, по-моему, получается настой хороший. Вот поливаешь, и, в принципе, растения прут как на дрожжах. Да, мы тоже это практикуем. У нас вот стоит большущая 200-литровая бочка, и уже там все замочено. Тоже будем поливать это удобрением, так называется, натуральное растительное происхождение. А вот скажите, пожалуйста, помидоры на такой стадии, как часто нужно поливать, или нужно просто теперь ждать, когда они начнут зреть? Пореже, да. Даже, ну, когда сильно жарко, вот прямо раз в неделю я поливаю. И стараюсь я, как в Узбекистане арыки запускают в огород, так я по дорожке кладу шланг, и дорожка поливается, а корни прямо тут же питаются водой. То есть я не поливаю вот так сверху, а по дорожкам пускаю шланг. А вот Нина Эдуардовна нам похвасталась, что самые крупные помидоры у нее весом бывают до одного килограмма. Я предлагаю еще раз заглянуть к ней в гости уже тогда, когда помидоры начнут зреть, и посмотрим, так ли это на самом деле. Садоводы готовьтесь к переписи. С 1 июля на дачные участки отправляются переписчики. И хотя обходить они будут не всех, фронт работы предстоит огромный. Только в городе им нужно собрать сведения в 41-м садоводстве. Специалисты службы статистики посетят почти 1300 участков. Дачников просят с пониманием отнестись к сельхозпереписи. Ведь от достоверности данных зависит дальнейшая политика государства в аграрной отрасли. Комары одолели садоводов и дачников. В этом году нашествие крылатых кровопийцев произошло позже обычного. В огромных количествах насекомые появились в 20-х числах июня. Причиной их нашествия стала жаркая и дождливая погода. Особенно бедствуют от обилия комаров садоводства, расположенные по берегам Бии и Катуни. Людей спасают только репелленты и защитная одежда. Кровососами являются самки комаров, а вот самцы безобидны. Несмотря на то, что комариный век недолг, 5-7 дней досаждать людям они будут до тех пор, пока не изменится погода. Не прекратятся дожди и не подует ветер. Если бы в Бийске проходил конкурс на самый цветочный двор, все шансы на победу были бы у Людмилы Александровны Поповой. Уже больше 30 лет она занимается разведением ирисов. На участке размером меньше сотки Людмила Попова умудряется выращивать больше трех сотен сортов этих цветов. Прохожие любуются цветением ирисов почти два месяца. Самые ранние сорта распускаются в десятых числах мая, а самые поздние цветут до сих пор. Шрайнер, Блайз, Гео. Для людей непросвещенных эти имена ничего не говорят. А вот искушенные ирисоводы знают – это лучшие селекционеры. Они вырастили уникальные сорта, за которыми охотятся во всех уголках мира. Приятно, что наша землячка не отстает, и на ее маленьком участке растут редкие по красоте экземпляры. Газоны летом зарастают с фантастической скоростью. Косить их приходится чаще, а травы вывозить больше. Если хотите втрое увеличить объем садовой тележки, усовершенствуйте ее таким образом. Сшейте несколько мешков из-под сахара, распоров у них дно. Оденьте получившийся огромный мешок на большое кольцо, поддон от чего-либо или на обруч. Ставьте свое сооружение на тележку и заполняйте ее травой. А на десерт клубничка. Сегодня в нашей рубрике «Дачные рекорды» говорим об одной из самых первых и самых вкусных ягод. Итак, наши рекорды. Бесспорный лидер клубника, выращенная японским фермером Кодзи. Вес ягодки 250 граммов, высота 8 сантиметров, длина 12. Причина такой мутации могли стать неожиданные заморозки. Рекордсменка занесена в книгу Гиннесса, где сменила тоже неслабую клубничку. Экспобедительница весила 231 грамм и была выращена в Великобритании. А эта ягодка, я имею в виду то, что в руке, созрела на болгарском побережье. Впрочем, наша алтайская клубника тоже ого-го себе. В социальных сетях мы нашли это фото. Автор утверждает, что вся ягода на его грядках такого размера. Правда, сорт он, точнее она, не помнит. Может, кто-то из вас знает? Тогда звоните и пишите нам. Для тех, кто работу в саду ведет, прислушиваясь к лунным ритмам, наш календарь. В четверг, 30 июня убывающая луна будет находиться в Тельце. В этот день удачной станет стрижка кустов и деревьев, а собранные в это время ягоды отлично подойдут для консервирования. 1 июля убывающая луна будет в Близнецах. Хорошее время для удаления лишних побегов, прополки грядок, мульчирования и сбора свежего урожая ягод. 3 июля, воскресенье. Убывающая луна в этот день будет находиться в созвездии рака. Удачной будет заготовка зелени и лекарственных растений, особенно тех, что нуждаются в просушке. 4 июля, новолуние. В этот день проводить садовые работы не рекомендуется. Отдыхайте. 5 и 6 июля растущая луна будет путешествовать в созвездии льва. Если в эти дни вы скосите траву, аккуратный газон вам будет гарантирован на долгое время. Также хорошее время для борьбы с редителями. Понедельник, день тяжелый, вторник тоже ерунда. Целест-комест отрываю, во, удачная среда. Субтитры создавал DimaTorzok